Ложные схватки – это непроизвольное сокращение гладкомышечной ткани матки. Их также называют схватками Брэкстона Хиггса в честь британского доктора, который описал процесс в 1872 году на основе научных трудов и практики в клинике. В народе дают им другое название – тренировочные схватки. Они действительно как бы тренируют матку, подготавливая к будущей родовой деятельности. Матка – это полый мышечный орган, состоящий из трех слоев – эндометрий, миометрий и периметрий. Средний слой миометрии представляет гладкомышечную ткань, которая способна к сокращению. Именно регулярные интенсивные сокращения помогают изгнанию ребенку и плаценты в родах. Ложные схватки при беременности – это вполне естественный процесс, которого не нужно бояться. Чаще он не доставляет женщине дискомфорта. Но у каждого организма свои индивидуальные особенности, поэтому в некоторых случаях стоит быть морально и физически готовой к неприятным ощущениям. Многие будущие мамы спрашивают меня, за сколько до родов начинаются ложные схватки. В среднем схватки Брэкстона-Хикса появляются с 28 недель беременности, реже раньше – в начале второго триместра. Продолжаются они до доношенного срока и в норме не приводят к родовой деятельности. Часто беременные принимают тренировочные схватки за начавшиеся роды, приезжают в роддом, а уже в приемном отделении процесс прекращается. Такие схватки на 37 неделе беременности позднее называются предвестниковыми. Они способствуют укорочению и размягчению шейки матки и сигнализируют, что момент появления малыша на свет уже близко. Появляются в сочетании с другими предвестниками родов, к примеру, с заметным опущением живота, облегчением дыхания или выходом слизистой пробки. Точно определить, почему бывают ложные схватки, невозможно. Природа их возникновения до сих пор неизвестна, несмотря на более чем 100-летнее изучение явления. Одни женщины не чувствуют тренировочных схваток на протяжении всего срока, другие порой испытывают очень болезненные ощущения. Ученые склоняются к выводу, что ощутимое мышечное сокращение матки – это сигнал организма, что нужно обратить внимание на какую-то проблему или пересмотреть свой образ жизни. К примеру, соблюдать питьевой режим, чаще бывать на свежем воздухе, высыпаться. Перечислю главные признаки. Ощущения возникают внизу живота или в пояснице. Боль нерезкая, слегка тянущая или сжимающая. Чтобы понять, на что похожи такие схватки, вспомните, какие ощущения вы переживали в первые дни менструации. Матка словно каменеет. Если приложить ладонь к животу, можно заметить сильное напряжение. Продолжительность схватки – несколько секунд, реже 1-2 минуты. В среднем за час может быть 5-6 схваток. Нерегулярные. Каждый раз происходит с разным промежутком времени. Чаще возникают с вечера, а к ночи прекращаются. Могут длиться несколько дней подряд. Не доставляют дискомфорта, с ними можно заниматься привычными делами в течение дня. С каждой схваткой интенсивность падает, в норме проходят сами, без каких-либо процедур и медикаментов. На более позднем сроке беременности ложные схватки могут стать болезненными, как правило, они начинаются внезапно и также резко заканчиваются. Как же не перепутать схватки Брекстона-Хикса с началом родов и не оказаться в роддоме раньше времени? Достаточно успокоиться. Затем внимательно прислушаться к своему организму и приготовить часы с таймером. У ложных схваток нет четкого ритма, они проходят ровно, без острой нарастающей боли, тогда как истинные повторяются с определенной частотой больше 7 в час, учащаются и возрастают по силе. С тренировочными схватками вы сможете проспать всю ночь, с настоящими вряд ли уснете дома. В ложных схватках раскрытие матки не происходит или оно минимально и никак не меняется долгое время. Настоящее способствует полному раскрытию шейки до 10 сантиметров. Истинные схватки нередко сопровождаются кровяными выделениями, в отличие от ложных. В настоящих схватках боль сильнее выражена. Тянет живот и поясницу, напрягается вся матка целиком, неприятно распирает. Даже если ложные схватки болючие, их можно остановить. Иногда помогает простая смена позы, полноценный отдых, расслабляющий массаж. Если же схватки означают начало родовой деятельности, прекратить их невозможно, разве что слегка облегчить боль. Как понять, что все происходящее с вами уже не репетиция, а настоящее начало родов? Если вы находитесь на 38-й или на 40-й неделе беременности, болевые ощущения стремительно нарастают. Интервал между ними сокращается. Есть и более явные признаки. Если вдруг случилось излитие около плодных вод, езжайте в приемное отделение выбранного родильного дома. На осмотре врач проверит степень зрелости шейки матки и ее длину. На КТГ можно будет наблюдать сократительную активность матки, характер схваток и частоту сердцебиения плода. Результаты исследования покажут, точно ли началась родовая деятельность, какой потребуется способ родов и не страдает ли малыш в утробе от недостатка кислорода. Как облегчить болезненные ощущения. Иногда тренировочные схватки оказываются очень болезненными и доставляют женщине массу неудобств, особенно если длятся целый день и периодически возникают ночью. Вот что я обычно рекомендую делать, если терпеть неприятные моменты совсем не хочется. Больше гуляйте на свежем воздухе. Вы отплечетесь и будете меньше обращать внимание на дискомфорт. К тому же неспешая ходьба способствует расслаблению гладкой мускулатуры матки, значит боль утихнет. Сходите в туалет, ведь наполненный мочевой пузырь давит на матку и способствует сокращению. Примите теплый душ или ванну, это уменьшит мышечный спазм. Попейте воды или другой жидкости, чтобы восполнить недостаток влаги в организме. Примите удобную для себя позу, повернитесь на другой бок или на спину, если лежите. Облегчает спазмы колено-локтевая поза и поза, стоя на коленях с опорой на руки. Проведите сеанс релаксации, медитация, пилатес под расслабляющую музыку, просмотр легкого фильма. Попросите мужа или кого-то из домашних сделать вам легкий массаж поясницы. Он тоже сдерживает неприятные ощущения. Также можно выпить спазмолитик, но только после консультации с врачом. Прибегайте к медикаментам только в случае крайней необходимости. Выполните дыхательную гимнастику. Действенных приемов много. К примеру, глубоко вдохните носом, а затем выдохните через рот. При этом вдох должен быть медленным, спокойным, а выдох быстрым. Если можно дышать по собачьи, совершая быстрые короткие вдохи и выдохи. Важно! Если интенсивность схваток нарастает, а боль не удается облегчить, лучше обратиться к доктору, особенно если до предполагаемой даты родов далеко и срок меньше 36 недель. Это может сигнализировать о преждевременных родах, и в такой момент нужно находиться под наблюдением медицинского персонала. Ложные схватки гораздо легче переносятся, чем настоящие, и помните, что таким образом организм готовится к непростому испытанию на прочность – естественным родам.